Почему мы все время собой недовольны? Мы недовольны нашими достижениями, мы недовольны там, где мы находимся. Как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, мы все равно недовольны. Итак, сегодня я хочу поговорить с вами о том, что происходит. Мы ставим цель, мы занимаемся саморазвитием, мы чего-то достигаем, и все равно все не так. Привет! Меня зовут Татьяна Конкина, я живу в Торонто, Канаде, уже очень много лет. И я занимаюсь саморазвитием на этом канале. Я говорю все о том, как достичь лучшей версии себя и, соответственно, построить свою лучшую жизнь. Потому что чем лучше мы становимся, тем лучше наша жизнь. Итак, сегодня все о книге, которую я вам давно обещала. Это книга «The Gap and the Gain», написанная Дэн Сулливан, он статистик коуч. И книга о том, как на самом деле люди ставят свою цель, и почему они недовольны, и почему они несчастливы, даже когда достигают очень многого. Я достаточно долго читала эту книгу, потому что мне она не нравилась. Все как-то мне казалось, что это не совсем так, неправильно. Я даже вам говорила, что я не совсем согласна с этой книгой, потому что, с моей точки зрения, здесь не учитывается биология поведения человека. Мы знаем, что мы ставим свою цель, и именно допамин помогает нам достичь этой цели. Тот гормон, который выделяется в нас исторически, эволюционно, он помогает нам идти от одной цели к другой, и тогда только мы счастливы. Но, тем не менее, мы очень хорошо знаем, как многие люди достигают очень многого, и по-прежнему они не удовлетворены собой. Не та яхта, не один миллиард, а надо у других больше миллиардов. А вообще-то я хотела похудеть и стать вот такой вот стройняшкой, а у меня не получается ничего. Я смотрю на инстаграме, какие все красотки, а я не такая. А я хожу в джим, у меня вот такие уже бицепсы, вот такие мышцы, а у другого они лучше. Я опять несчастлив, я опять чего-то достигаю, 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 и не получается быть таким вот идеальным. Итак, разговор сегодня весь будет об этом. Как же все-таки оценивается наш успех, как сделать это правильно с точки зрения автора этой книги. И я хочу, конечно, спросить вас, вы согласны, что это так? Или все-таки биология поведения человека, когда включается допамин, гормон, который, гормон всего, мы об этом говорили с вами, помогает нам двигаться от точки к точке, и тем самым мы достигаем. Но речь сегодня не о достигательстве, речь сегодня о нашем счастье, о том, как мы, насколько мы довольны тем, что имеем. И, конечно, естественно, мы двигаемся вперед к своим достижениям. Я помню, как Тони Робинс еще несколько лет назад рассказывал такую историю, когда он напросил 50 самых выдающихся людей в бизнесе, самых успешных бизнесменов, которые достигают очень-очень много. Он напросил многих, и только один из них сказал, что он доволен тем, что он имеет, тем, что он счастлив. А остальные все говорили, ну, нет, я не очень доволен, вот потому что я уже этого достиг, но все равно что-то у меня не так, потому что у других это лучше, я мог бы сделать лучше. И вот это вот мы хотим с вами сказать. Почему мы недовольны собой и как с точки зрения авторов этой книги правильно установить свою цель и правильно достичь ее, что нам помогает больше, а что нам мешает. Итак, Дэн Сольван говорит о том, что у нас у всех есть какая-то идеальная цель, которую бы я хотела. Или это ваш вес и состояние вашей фигуры, или это ваши мышцы накаченные, или это ваше финансовое состояние, которое вы хотите, или это карьеру вы хотите построить, или семью идеальную, которую вы хотите построить. Любые абсолютно вещи сюда подходят, чтобы не было вашей целью. У вас есть вот такая вот идеальная, идеальная цель. И похоже, что идеальная цель чаще всего это иллюзия, потому что нет ничего идеального. Мы никогда не будем лучше всех, самой стройной, самой красивой. Мы никогда не будем иметь самое красивое тело, самые красивые бицепсы. Мы никогда не будем иметь самую красивую одежду. Мы никогда не будем иметь больше, больше, больше всех денег на своем счету. Или самый успешный бизнес, у кого-то будет лучше и так далее. То есть все, что мы себе ставим, а мы, конечно, так устроены, хомо сапиенс, мы всегда стремимся к лучшей жизни. В основном, конечно, здоровый мозг всегда хочет хорошей, счастливой жизни для каждого из нас. И мы устанавливаем себе такую вот идеальную картину. Дом у моря, в самой лучшей стране мира. Вот я сейчас ищу вот такую вот самую идеальную страну мира, самое хорошее место для себя. И пока что не нахожу. Я исследую, исследую, исследую. И пока что я не могу найти вот это вот, где все будет идеально. Сейчас я понимаю, что наверняка это невозможно, потому что сравнивая разные места, где бы я хотела жить, я вижу, что надо везде пойти на компромисс. Везде надо что-то принять, везде надо с чем-то смириться, на что-то закрыть глаза. Нет ничего идеального. И поэтому вот эта идеальная цель, которую мы имеем, она практически иллюзорна, недостижима. А как надо, как правильно? Есть правильно, авторы этой книги считают так, что есть вот такой вот, надо сравнивать себя со своим тем, кем я был вчера, от точки ноль, откуда я, кто я. И уже исходя из сравнения с тем, кем я был когда-то, посмотреть на меня, на меня, Танечка, которая родилась в Душамбе, в семье, где были сложные отношения, развод родителей, вот такое вот будущее. И где я сейчас? И когда я начну смотреть на свои достижения жизни, где я была и где я сейчас, или каждый из нас, кем я был 300 килограмм весом, а сегодня ну хотя бы 100, вот тогда мы должны видеть свой прогресс. Тогда мы понимаем, вот это я прошел, вот это я сделал. И исходя уже из своих достижений этого прогресса, по отношению к себе, к самому, не вообще глядя на окружающих, нам говорят авторы. У меня опять-таки здесь к вам вопрос очень большой. А возможно ли это? Мы же социальные существа. Социальные существа, и мы не можем, не глядя на других, ставить перед собой цели, потому что именно так мы живем, потому что мы живем в обществе конкурентном. Мы когда-то завоевывали партнеров таким путем, поэтому сегодня нам говорят, сравнивай себя с собой, сравнивай себя со своими достижениями. И это даст тебе силы двигаться дальше. До тех пор, пока ты будешь сравнивать себя с кем-то другим, с кем-то, кто лучше тебя, вот ты только становишься, ты начинаешь нервничать, у тебя будут сплошные стрессы, потому что это не получается у тебя достичь. А когда ты будешь спокоен, когда ты будешь доволен собой, по сравнению с тем, где ты был и где ты стал, вот тогда-то с этого момента и начнется твой персональный любой рост, который только может быть. Вот опять-таки, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, так ли это или по-другому. Или все-таки наш, у меня есть список книг в описании к каждому видео, и вот эта книга, она есть тоже, я знаю, на русском языке, но читайте на английском, конечно, изучайте английский. Я вам рассказывала много, The Molecule of Mo, автор говорит, как именно эта молекула, мы говорим о допамине, гормон допамин, именно и является такой driving force, то, что заставляет нас двигаться вперед. И мы счастливы только во время движения, достигая саму цель, мы уже никогда не бываем счастливы, потому что мы так устроены, так мы эволюционно двигались из одного места в другой, передвигаясь, там заканчивалась пища, там заканчивалась, может быть, где-то дрова уже потом, позже, и мы должны были двигаться вперед. Поэтому у нас эволюционно выработался этот гормон допамин, который и гонит нас все время вперед. И, может быть, это какое-то иллюзорное такое счастье, и невозможно всегда. Или, как говорят авторы этой книги, я хочу ваше мнение, да, возможно только тогда, когда ты будешь собой доволен. Что они предлагают делать? Они говорят так, возьмите, напишите, поставьте фотографию. Я раньше, в самом начале своего пути, пути к саморазвитию, как я сказала, запомните самую важную вещь, что мы люди, которые должны всегда работать над собой, улучшать, совершенствовать себя через образование, через знания, через научную литературу, и уже улучшая себя, мы, соответственно, улучшаем качество своей жизни. Как есть такое выражение, очень известно на английском языке, что успех, он не преследуется, я бегу за успехом, бегу-бегу, он привлекает тем, кем ты становишься. Если ты становишься вот именно таким человеком, культурным, правильным, приятным окружающим, знающим, специалистом, ты, соответственно, привлекаешь этот успех, он приходит к тебе. А если нет, то нет, ты не можешь за ним все время гнаться, ты его привлекаешь, ты его не преследуешь. Поэтому рекомендации авторов этой книги именно взять, допустим, Google Docs, и в этом Google Docs подместить свою фотографию, прежнего или прежнюю, оставить серединку, разделить на три графы эту такую табличку, или на бумаге напишите, вам не обязательно может быть Google Docs, и поставьте свою фотографию или того, что вы хотите. И пишите, какие достижения в этом направлении вы делаете. Например, я прочел за эту неделю, причем я бы рекомендовала, конечно, такие итоги подводить каждый день. Это может быть и дневник. Не обязательно это нужно вести в компьютере, как-то так. Все-таки введение дневника по-прежнему считается самым эффективным средством для именно перевоплощения, для достижения своих результатов. Что такое введение дневника? Когда вы пишите, сегодня я сделала то-то и то-то, у меня были такие-то задачи, и сегодня я такие-то задачи решила. Я подумала, да, это я сделала, это я достигла, а что еще я могу сделать? Что еще я могу достигнуть в этом направлении? Что действительно поведет меня вперед? Итак, вот это все о том, что нужно посмотреть на себя, где ты, откуда. Вот я делала интервью на днях, оно выйдет, может быть, в ближайшие дни. Интервью с одной замечательной женщиной, молодой, которая из маленького провинциального городка, из большой семьи, там много детей, из просто полной бедности. Но правда, папа в этой семье всегда очень много работал, и говорил, что надо тяжело работать. И эта девочка вот так вот выбиралась, шаг за шагом из этой вот с 15-14 лет работала, потом переехала в большой город, потом попала в сложные отношения. Вы полностью узнаете всю эту историю, она будет в моих видео буквально, может быть, в самом начале сентября. И она всегда мечтала жить у моря. И не просто жить у моря, сначала она просто переехала жить у моря, снимая там какую-то лачугу, а потом она сегодня, она живет в красивом доме у моря. И вот это вот идеальная твоя жизнь, остановилась она или нет, да, она еще есть, но мы идем на этом пути тогда, когда мы имеем это будущее свое, вот это вот движение. Так вот, сравнивать надо ту девушку, которая сегодня живет в хорошем, красивом доме у моря, не с другими, которые живут в особняках, может быть, в шатох каких-то где-то, на берегу Франции, а сравнивать себя с той девочкой, которая пришла вот из этого вот, из этих трущоб маленького провинциального города. Вот с кем себя нужно сравнивать. И сказать себе, я это сделала, значит, я тот человек, который сможет сделать себе больше. Точно так же я, откуда я и где я сейчас, и какие у меня могут быть еще цели, что мне даст силы, это осознание своей способности достигать этого успеха, осознание того, что если я смогла вот оттуда стать, там, где я сейчас, это значит, что я смогу сделать еще больше. Это значит, что следующая цель, которую я хочу для себя выбрать, тоже достижима и тоже реально абсолютно. Вот об этом вот я хотела поговорить вам сегодня. Вчера у меня был очень такой горячий разговор и достаточно такой хитит конверсейшн с одной из моих знакомых, с моей подругой даже. И вот это вот такая была совершенно реальная ситуация, вот этот вот гэп, в который попадает человек. Гэп – это как щель, как я сказала, откуда человек не может выбраться, потому что он все время, он себя как бы обрезает себе крылья, когда он не имеет вот этой энергии на движение вперед, потому что он все время недоволен своими результатами. Он недоволен собой, потому что кто-то достиг большего, потому что кто-то уже гораздо выше, чем он. Тогда человек попадает в эту трещину, в этот гэп, о которой говорит автор этой книги. А следующий, видите, как этот гейн, то есть то, что мы набираем. Вот когда мы видим себя из того, откуда я и где я сейчас. Да, я был 300 килограмм, а сейчас я хотя бы 100, а хочу быть 60. Так вот, чтобы стать от 100 к 60, я сравниваю себя с тем человеком, который смог пройти этот путь от 300 килограмм к 100 килограммам, значит, я точно знаю, что я имею механизмы внутри себя, которые могут мне пройти до 60 килограмм. Вот такая вот примерно схема этого всего. Так вот, слово гейн означает набирать, коллекционировать, набирать что-то. Это вот именно имеется в виду, что вы набираете тот опыт и ту уверенность в себе, которая поможет вам пройти следующий путь, путь наверх всегда. Вот об этом вот именно речь. Так вот, возвращаясь к разговору о своей подруге, которая очень успешная на сегодня женщина, очень успешная, молодая, еще достаточно молодая женщина, очень успешно вышла замуж. Но сама на самом деле, она тоже практически гетто. Пусть это американское гетто, но это гетто. И родом она из Южно-Восточной Азии. Но всегда мечтала быть высокого уровня, high-class lady, как сказать. Высокого-высокого уровня. И обожает Европу, обожает одну из европейских стран. Все это очень-очень супер для нее. И она в разговоре со мной каждый раз идентифицирует себя, как вот именно европейская женщина вот этого высокого класса. И даже не хочет совершенно приткновать, что на самом деле, даже будучи тем, кем она является, выходцем с Южно-Восточной Азии, она именно прошла этот путь. Она его сделала. И ей не надо стесняться этого. Ей надо принять это и сказать себе, о, какая я молодец, смотри. Я не должна быть, допустим, француженкой. Я могу быть тем, кем я есть, но это... И я достаточно для этого хороша. Мне не нужно этого стесняться. Мне не нужно быть француженкой. Я есть, например, русская, или я есть украинка, или я есть там кто угодно казашка. Но я не хуже тех, кто рядом со мной. Вот это вот я хотела сказать. Вот этот вот гэп, эта вот трещина, в которую попадает человек, который говорит себе, я недостаточно хорош тот, кто я есть. Я должна снять с кем-то другим, чтобы я сама для себя казала себе лучше. Хотя для этого достаточно просто сказать себе, ну, окружающие же видят, они же понимают, что ты не француженка. Они понимают, что ты выглядишь по-другому. Почему ты для себя просто вот такую вот мантру для себя приняла, что да, я француженка. Ты не француженка, но ты, может быть, лучше многих француженок. Ты лучше, потому что ты смогла пройти этот вот путь, чтобы быть рядом с ними. Вот в этом вот все дело. Вот об этом вот я хочу сказать. Сейчас очень многие люди передвигаются по миру, переезжают из одной неблагополучной страны в другие страны. Я вижу это очень много. И здесь в Канаде, и я вижу это в США, куда приехало очень много беженцев сейчас. И я вижу, как им очень трудно себя в этом месте найти, в этом обществе. Очень многие из них думают, у них есть какое-то или чувство, наоборот, такого снобизма. Мы лучше, чем то, где мы оказались. И они очень становятся высокомерными по отношению к этому обществу. Или же наоборот, они чувствуют себя униженными по отношению к тому месту, где они оказались, как будто бы они недостаточно хороши. В Торонто, я живу в самом центре Торонто, и здесь дорога. Недавно мои друзья, вы сейчас слышите сигналы, это идет скорая помощь, полиция и пожарные. Все едут одновременно на вызов, который обычно человек делает по 911, когда вызывают скорую помощь, а едут все три службы. На прошлой неделе у моих друзей случилось такое, что моя подруга пошла в ванной ночью, не проснувшись как следует, упала и разбила голову. Тогда ее муж позвонил 911, потому что видел, что много крови, и сказал, что он как-то не сообразил ночью сказать правильно по-английски, и сказал, что my wife opened her head. Open, то есть как будто бы открыта голова. Но тут же стали задавать вопросы, и буквально через две минуты, через две минуты приехали все. Это такая очень спокойная residential area, где дома стоят дорогие. Туда приехало несколько скорых помощей, две скорые помощи. Туда приехали две или три пожарные машины. Туда приехали полицейские все, потому что они поняли open your head, как будто бы они ходили и искали потом молоток. А он неправильно выразился в этом стрессе, он неправильно сказал по-английски. И вот это смешной случай, когда приехали все, тут же отвезли ее в emergency, в скорую помощь, тут же сделали все абсолютно MRI, CAT scan, и все сделали, все зашили, все поставили, проверили ее сердце. Ну, в общем, полный сервис. Мои друзья сказали, вот это да, вот это медицина в Канаде вообще потрясающая просто. Насколько любая помощь оказывается, насколько эффективна, насколько быстро это все оказывается. Они так гудят, потому что у них есть всего лишь 8 минут по закону, чтобы они приехали туда, откуда идет вызов, любой вызов. Пожарные или полиция, или скорая помощь. Поэтому даже если нужно будет, они будут расталкивать машины. Машины здесь очень мощные, пожарные и скорые помощи. Они могут даже толкнуть машину с дороги, если кто-то нарушит закон и не сдвинется для их движения. Все обязаны сдавать сразу вправо освобождать им дорогу. Вот это вот об этом. Мы отвлеклись немножко, но я хочу сказать о тех иммигрантах, которые сегодня приезжают в разные страны и чувствуют себя сложно в этой ситуации. Поэтому очень, конечно, многие иммигранты остаются в своей комьюнити, остаются, я не знаю, там камбоджийцы в камбоджийском комьюнити, индийцы в индийском комьюнити и так далее. Русские очень часто, конечно, общаются со своими в большинстве случаев. Мы интегрируемся в это общество, но комфорт мы все-таки приобретаем, будучи очень часто в кругу своих друзей, с теми книгами, которые мы прочли вместе, то, что мы понимаем. И это будущее иммиграции, скажи, скорее всего, любого человека. Не всех, конечно, все по-разному. Многие прекрасно интегрируются в разное общество. Да, наоборот, даже выходят из своей комьюнити полностью, чувствуют себя гораздо лучше в других комьюнити. У меня очень много друзей англосаксов, франкофонов. И я тоже их так люблю, точно так же, как и моих других русскоязычных друзей. Поэтому это не имеет значения. Главное, имеет значение, кем мы являемся. Насколько мы культурные, насколько мы приятные люди в общении, насколько мы интересные люди в общении. Вот только это и имеет значение. Вот это я вам хотела сказать. Поэтому напишите себе, посмотрите, а в какой трещине вы сейчас сидите? Есть ли какая-то ваша трещина, откуда вы пытаетесь выбраться и не можете выбраться именно потому, что вы собой недовольны? Именно потому, что вы постоянно себя критикуете? Вы видите, что у кого-то, вот там, особенно на Инстаграме, а последние, наверное, 10 лет Инстаграм отравил просто жизнь очень многих людей, и когда люди смотрят на жизнь других людей, о, они на Бали, о, они на Мальдивах, о, вот они тут в Дубае ходят по этим красивым зданиям, красивому городу, а я сижу в своем каком-то там ужасном городке, хожу в туалет на улицу, у меня ничего нет, никаких возможностей. А может быть, надо просто подумать, написать себе, а какие у тебя есть возможности сделать этот список, прослушать мои марафоны, которые у меня есть, прослушать мои мастер-классы и вообще просто оставаться со мной на этом канале, потому что если бы вы были со мной на этом канале много лет, вы бы 100% не были там, где вы являетесь сейчас, если вам не нравится ваше место, а знали бы, как вам двигаться. Ну и как всегда в конце каждого видео, теперь я завожу новую традицию, я вам показываю сегодняшний субботний аутфит, сегодня суббота, я не могла записывать видео всю неделю, потому что нас здесь разбирают улицу и на этой стоит целый день, тут полностью все меняют, все тротуары и стоит целый день шум. Сегодня суббота, я собираюсь за город сегодня и я вот такая вот на мне хлачатая бумажная юбка и такая же легкая хлачатая бумажная рубашка. И это очень комфортно, сегодня 25-26 в Торонто, последние дни августа, все получают удовольствие от этого прекрасной погоды и можно поехать на ферму, там море красивых овощей, подсолнухи и прочее. Так что всего вам самого хорошего, я вас обнимаю, целую, подписывайтесь на этот канал, если он вам нравится. Если нет, просто закрывайте свой компьютер, нажимайте на кнопку и до свидания. Всем всего самого хорошего, я вас люблю, пока-пока, bye! Мы гуляем в Канаде по таким полям, посмотрите, какая здесь красота. Смотрите на эти потрясающие поля, я так вижу, что это овес, если посмотреть поближе. Может быть, пшеница какая-то такая старая, вернее, древняя, античная, но какие-то очень крупные зерна. Да, посмотрите на эти потрясающие поля, их здесь просто огромное количество. Вот такая дорожка, такая дорожка по солнцу. Что-то там, ну, это как-то реально. Спасибо. Продолжение следует...